Привет, я Андрей Шинкаренко, я просто расскажу вам о Николаеве просто. Сегодня необычный выпуск, сегодня не путевые заметки, так сказать, о чем рассказала дорога. Ехал я и увидел вот такое заброшенное сооружение. Кафе, не кафе? Ну, скорее всего, да, это кафе. Люди здесь не так давно отдыхали, но больше всего меня удивило даже не это. Я остановился, взглянул. Ну, довольно хорошо сделано, красиво когда-то было. Обратите внимание, вот за спиной, какие сооружения. Но больше всего меня удивило, рядом расположено вот это сооружение. А вот это, видите, у меня за спиной просто что-то огромное, просто что-то интересное. Итак, давайте посмотрим. Вот деревянные домики. Это явно был детский какой-то городок. Что-то для детей, для развлечения. За ним бассейн для того, чтобы, видимо, детвора плавала, купалась и отдыхала. Ну, такая своеобразная детская площадка, к сожалению, сейчас абсолютно заброшенная. А вот рядом расположены, ну, тоже заброшенные какие-то навесы. Здесь явно был ресторанчик небольшой. Но теперь обратите внимание, что находится еще правее. Какое-то огромное интересное сооружение. Не правда? И вот я задумался, что же это было. Вам уже стало интересно. Я вам открою секрет. Это открытый плав-бассейн. Он был здесь построен еще в 50-е годы 20 века. Я предлагаю сейчас просто обойти его вокруг и взглянуть то, что здесь от него осталось. Я, честно говоря, когда увидел это сооружение, думал, что это какой-то пруд-охладитель от каких-то серьезных радиотехнических вещей, объектов. Ну, в принципе, рядом с этим местом действительно расположено огромное антенное поле. Об этом мы будем говорить с вами отдельно. А сейчас мы просто с вами идем по вот этому заброшенному сооружению. И вот, посмотрите, в углу из бетона выходит труба. Это явно труба для того, чтобы сюда, вот в этот бассейн, подавалась вода. Обратите внимание, какой она огромный. К сожалению, поперек через чашу бассейна выросли деревья. Видно, что бассейн многие годы уже не заполнялся водой. Но, тем не менее, вот такая вот штука есть недалеко от Николаева. Вот сейчас, смотрите, здесь даже мостики есть. Явно вы такого еще не встречали. Мостики довольно добротно сделанные. Металлоконструкции, причем металлоконструкции, обратите внимание, сделаны из бывших креплений для кабель-трасс. Здесь явно видна перфорация в металле. Рядом бетонные ступени. Ну, то есть, вот такой мостик. И с другой стороны напротив мостик. Возможно, здесь натягивали когда-то поплавки для того, чтобы школьники из соседней школы могли здесь сдавать нормативы поплавания. Вот мы идем по асфальтному тротуару, который рядом с этим бассейном. Видите, какой это объект. Ну, и теперь вот я хочу подойти в следующий угол. Там тоже выведена труба. Явно для того, чтобы этот бассейн наполнялся водой. Из двух углов у него поданы такие трубы. Откуда-то здесь вода подавалась и заливался этот бассейн, наполнялся водой. И он работал все лето. И вот следующий мостик. Ну, это даже, наверное, не мостик, а это место или своеобразная была как бы вышка для прыжков в воду. Обратите внимание, что рядышком расположено углубление в дне бассейна. Как раз для того, чтобы можно было безболезненно с этого сооружения прыгать в воду. Рядом бетонные ступеньки для того, чтобы подниматься опять, выходить из бассейна. И вот так здесь выходили пловцы. Кто-то прыгал, кто-то просто плавал в этом бассейне. Он довольно огромная штука. Все вымощено бетонными плитами. Скажу сразу, рядом действительно расположено антенное поле. Рядом у них на территории тоже есть такие бассейны. И эти бассейны когда-то на их территории предназначались для охлаждения радиоаппаратуры. Вот когда здесь строилось это огромное антенное поле, для жителей этого поселка, который расположен рядышком. И был сооружен вот такой уникальный объект. Это открытый плавательный бассейн. Я не знаю, к сожалению, как долго он работал. Но то, что он работал в 50-е годы, это точно. Сейчас вы видите фотографию с тех времен. Ну, а я двигаюсь дальше по этому периметру бассейна. И смотрим. Вот мы вышли на другую сторону, где заброшен этот ресторанчик. И вот опять еще один мостик сделанный. Видимо, между ними действительно натягивались поплавки. И можно было плаваться на берега на другой, ну, как плавательные дорожки. Оттуда прыгать в бассейн. Вот здесь разобранные плиты. И выросли деревья прямо поперек. И это показывает, что бассейн давным-давно уже не заполняется. Но здесь гораздо интереснее вот этот угол этого бассейна. Обратите внимание, что здесь дно поднято намного выше. Это была, ну, не глубоководная часть бассейна. А вот у Улу еще и есть ступеньки. Ну, ступеньки, похоже, что делались уже, наверное, позже, когда, ну, после того, как был бассейн сооружен. Вот. И вот по ступенькам раньше люди спускались сюда. Сначала на мелководную часть бассейна. И вот прямо видно, как эта мелководная часть, она еще даже ниже уходят плиты, опускаются по мере того, как уходишь в глубь. И дальше уже начинается глубоководная часть бассейна, то есть чаша. Ну, вот такой у нас на сегодня получился небольшой экскурс. Ну, не судите меня строго, это я так быстро решил заснять для вас такой уникальный объект, потому что вряд ли вы его увидите. Я не знаю, сколько он еще здесь просуществует, судя по заброшенности этого ресторанчика, думаю, что недолго. Ну, а вам открою секрет. Это был поселок Луч на границе Николаевской и Херсонской области. Тот самый Луч, рядом с которым расположен интересный объект, целое радиополе с различными радиомачтами. Об этом мы с вами поговорим немного позже, в следующих наших выпусках. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Большая просьба, напишите комментарий, если вы что-то знаете об этих интересных сооружениях, в частности, про этот бассейн, про антенны в поселке Луч. Я обязательно их прочитаю, я обязательно сниму еще серии про эти технические сооружения. Ну, а на этом на сегодня буду прощаться с вами. До новых встреч, до новых историй. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok